И не отпущаешь вы раба твоего, плоды... Подруга уехала в Новосибирск, жила там у своей тети. Там стояла церковь по отдаленности села. И вот председатель сказал, эту церковь надо снести и поставить деревянную, не кирпичную, деревянную была церковь. Ее надо разломать и снести посреди села, между школой и канцелярией. Раньше была контора. Ну и стали ломать. И что ты думаешь? Откуда не возьмись сереб старинный, обломок, и прямо в голову этому мужчине, который ломал. А ломал он один, он Бога верил. Ну и как по Божьей, я потихоньку буду сам разбирать с Богом. И, пожалуйста, подходит, а он лежит, и сереб торчит у него мертвая. Не положено Божий храм сносить, когда он поставлен по старинке. Вот. Потом похоронили этого мужчину, и снит сон его жене, похоронила которая. Не подходить, говорит, к Божьему храму никто. Целых три дня церковь уйдет по землю. Утром встали. Все. Лук зеленый и церковь уйдет. Ушла в землю. Вот с места мне не сойти. Она прислала письмо и пишет. Ну такого, говорит, чудо век. И она рассчиталась и работала там на фабрике, устроилась. И уехала от Толя. Я, говорит, не могла мимо этого места ходить. И там казалось все. И слышали они, голоса, все. И она уехала. Не придумала. Ей-богу. Может, она мне врет. И я вот. Она мне прислала письмо. Я только Маша Алехина. Она рассказывала. У меня мама у покойницы все плакала. И вот Алексей Сергеевич это в Суворове. Ну около Сарова там. Церковь ломать. Иголку дай. Где? Говорит. Надо церковь сломать. Вот. Когда собрались трактористы, шофера. А этот Коля большой и говорит. Алексей Сергеевич, мне никого не надо. Я один сломаю. Залез. А до этого же обращался он к кому-то? Обращался как же. К кому? К трактористам, к моему вот хозяину. А что он сказал? А мой хозяин сказал, говорит, я не буду ломать. Я, говорит, лучше умру, а церковь ломать не буду. Ну и все. А кому он еще обращался? К Ваське Иночному. Иночный Васька такой мужик на Нате, на дизеле. А это на Нате Коля большой работал. А на Нате чего работал? На Нате трактор такой гусеничный тоже. Ну и он взял трост, залез на вышку, забил штырь, завертел этот трост, раздернул второй раздернул. Трост оборвался, и кабину прямо рассек вот так, и ему вот так в голову, и он готовый. Ну вот. Мы это сами видели, да? Ну а как же, и хоронили. И мой хозяин на похоронах, трактористы, вся бригада хоронили. Ох, что ты, Андрюш, пятеро детей осталось. А где было? В Суборове, Дивейский район. Это недалеко от чего? Ну, недалеко от Москвы. А где от Сарова недалеко? А от Саров всего 12 километров. Да. Дивеево, а тут и Саров. Четыре километра пройди, мост Маслиха, больница называлась. Я еще в этой Маслихе лежала, когда у папы Саровев было. Ну вот так, и Божий храм, говорят, разорять ни в коем случае нельзя. А теперь отреставрировали. Такая там служба. О, и... 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 О, и...